Добрый день, друзья! Сегодня в эфире 173 выпуск передачи новости Тут Дизи одной строкой. Я напоминаю наш формат. Вы задаете мне вопросы под этим видео, а я пытаюсь найти на них ответы. Эту передачу вы можете смотреть на канале YouTube под названием Тимми. Итак, сегодня в программе. Ханде де Андемир и Анор Туна встречаются. Неужели это правда? Когда премьера сериала Халюка Белгинера и Талгиса Рыташа – отец. Правда ли, что Бурак Чилик покинул сериал «Основание осман» и есть ли у него новый проект? Когда сериал «Три Куруша» сделает финал. Куда пропала Мерьем Узерли и, правда ли, что Джан Яман и Ханде Эрчиль будут играть вместе в сериале Disney? Итак, мы начинаем. Вопрос. Есть ли новый проект у Серпана Чаулу, который удивил и восхитил своей игрой в сериале «Однажды на Кипре»? По-моему, сейчас проще будет назвать актеров, у которых нет новых проектов, поскольку, как вы знаете, пришли цифровые платформы, всем нужны актеры, причем снимают десятки сериалов сразу. Так что да, у Серпана, естественно, есть новый проект, но какой именно проект пока не сообщается. Но учитывая, что у него очень хороший менеджер Энгин Айканат, который наверняка 100% найдет ему работу либо на госканале снова, либо подпишет его на сериал компании «Один Пикчерс», либо устроит его на Netflix или на другую цифровую платформу. В общем, без работы Серкан точно не останется. Вопрос. Правда, что Ханде да Андемир и Анур Туна встречаются. Я напоминаю, что в прошлом году у Анура была другая возлюбленная, но в этом году, да, пресса постоянно сообщает о том, что они якобы с Ханде вместе, даже увидели на телефоне Ханде фотографию Анура. Затем Анур и Ханде начали лайкать друг друга в Инстаграме. А как вы знаете, сейчас журналисты, в общем-то, определяют отношения именно по Инстаграму. Если бы они не хотели, то они бы не светились этими лайками. С одной стороны, это как бы не очень серьезно, то есть они всегда могут сказать, да нет, ну что вы, просто друзья, пролайкали друг друга, ничего страшного. С другой стороны, если они продолжают это делать, хотя прекрасно знают, что о них пишут в прессе, то, скорее всего, отношения есть. Вопрос Салих Бадымджи произвел очень сильное впечатление в сериале «Клуб». Не хочет ли он стать певцом? Действительно, он прекрасно играл, прекрасно пел. Его спрашивали о том, не хочет ли он продолжить певческую карьеру. Он сказал, что нет, это не моя профессия. Для того, чтобы быть профессиональным певцом выйти на сцену нужно получить образование, у меня этого нет. Просто, да, мне было приятно, я с удовольствием спел, но не более того. Вопрос Когда же выйдет сериал «Талгиса Рыташа»? Тизер уже давно выпустили. Турецкие продюсеры предполагают, а коронавирус располагает. Съемки идут, они не прекращались, но периодически то один, то другой актер оказываются на карантине из-за коронавируса, в том числе и сам исполнитель главной роли «Талгас Рыташ». Так что, к сожалению, съемки задерживаются именно по причине тому, что съемочная группа не может работать в полную силу. Я надеюсь, что в феврале мы уже увидим сериал. Вопрос Есть ли новый сериал у Фарах Зинепа Бдуллах? Фарах только что завершила съемки в фильме о знаменитой певице Берген. Фильм выйдет в феврале, но она сказала, отвечая на вопрос одного из подписчиков, будет ли она сниматься в телевизионных сериалах, она ответила, что нет, не будет. Ей очень тяжело работать в трехчасовом сериале, слишком большая нагрузка, и она, видимо, не планирует возвращаться именно на телевидение, либо мы ее будем видеть дальше в фильмах, либо на цифровых платформах. Как вы знаете, сейчас выбор есть, так что без работы она точно не останется. Но опять же, в телевизионных сериалах она сниматься не намерена. Вопрос Это правда, что Бурак Чилик покидает сериал «Основание Осман»? Да, это правда. Бурак Чилик, который исполнял роль Гюктуга, покинул каст сериала «Основание Осман». По турецкой традиции его персонажа убили. Актер готовится к съемкам в новом проекте, и съемки начнутся летом. Пока не совсем понятно, то ли речь идет о летнем ромкоме, или же это сериал для цифровой платформы, и то и другое снимают летом. Но я все-таки думаю, что это именно романтическая комедия. Такой красавец, в такой прекрасной форме. Он просто обязан засветиться в летних сериалах, которые могут дать хороший толчок его карьере, если, конечно, сериал будет удачным. Да, есть. Она сама подтвердила эту информацию, сказала, что это будет современный сериал, и это история женщины. Пока больше никаких уточнений от нее не последовало, но, на мой взгляд, это будет сериал «Хорошая жена». Ремейк популярнейшего американского проекта, который сейчас готовит компания «Лайман Фильм». Это только мои предположения. Возможно, что-то и другое, но я думаю, все-таки именно этот проект. Вопрос. Есть ли новый сериал у Танира Алмеза? Танира Алмез закончила работу в сериале для цифровой платформы «Блу ТВ» «Алев» и начинает съемки в сериале «Созданный», который выйдет на Нетфликс, где его партнером будет Эркан Колчак Костендиль, а режиссером и автором сценарием этого сериала является Чаан Ирмак. Я думаю, будет что-то интересное, надеюсь на это. Но, как видите, все более-менее талантливые актеры один за другим уходят на цифровые платформы, предпочитая работать именно в цифре, а не на телевидении. Вопрос. Есть ли новый сериал у Афры Сарачалу? Прямо сейчас сериала нет, но актриса имеет несколько хороших предложений, читает сценарии и особенно не торопится, тем более, что у нее в этом сезоне есть работа в театре. Она играет вместе с Нургуль Ешельчай в достаточно известном спектакле. Они как раз отправились на тур по городам Турции. То есть работа у нее есть. Я думаю, это правильно. Молодым актрисам очень полезно поработать в театре, почувствовать, так сказать, атмосферу. Ну и, естественно, этот опыт впоследствии очень сильно пригодится на цифровых платформах, поскольку сейчас все более-менее талантливые люди, я уже говорила об этом, уходят именно на платформе, и пока она не спешит с выбором, поскольку платформ несколько, и, естественно, она выбирает лучшее предложение. Вопрос. Когда сериал «Однажды в Чукурова» сделает финал? Когда упадут рейтинги? Поскольку рейтинги в Total упорно не желают падать, хотя в AB не очень хороший рейтинг, но на AB сейчас мало кто рассчитывает, учитывая, что аудитория AB практически вся уходит на цифровые платформы. И поскольку Total очень хороший, то, скорее всего, будет еще один сезон. Я понимаю, что это выглядит достаточно неожиданно, поскольку в главной героине уже третья большая любовь в жизни, и, может быть, даже четвертая появится. Но пока рейтинги хорошие, то сериал будут продолжать. А они, как я уже говорила, упорно не желают падать. Вопрос. Керим Ханде, Альп Айча, Джемре Айтач. Будет ли повторение этих пар? Вопросы разные, а ответ один и тот же, поэтому я и объединила этот вопрос в один. Возможно, будет, но исключительно на платформе. На телевидении, как вы знаете, повторять пары не очень любят, и тем более не делают это сразу. У всех актеров, перечисленных вами, уже есть новые проекты, но все эти проекты разные, то есть с другими партнерами. Если когда-то пара и повторится, то, скорее всего, на цифровой платформе, поскольку в цифре повторять и могут, и любят, и достаточно часто это делают. Вопрос. Есть ли новый проект у Аслей Энвер? Пока нового проекта у нее нет. Хотя, естественно, предложения звезды такой уровня поступают постоянно. Ну, сейчас она немного увлеклась другим, у нее новая любовь. Я напоминаю, что она очень долго встречалась с Муратом Бозом, потом они расстались, был очень тяжелый период для нее. И вот новые отношения, известный очень бизнесмен Анир Астархан. Он старше ее, но она тоже не девочка, так что, в общем-то, разница в возрасте не так ощущается. И явно видно, что мужчина настроен очень серьезно. Я надеюсь, что на этот раз у нее все получится. Она давно уже хотела создать семью, завести детей. И дай бог, чтобы у нее все было хорошо. Вопрос Что слышно об Анире Аркане? Анир Аркан, который исполнил роль Селима в сериале Чукур, в настоящее время занят в спектакле сцены из семейной жизни и готовится к съемкам в новом цифровом сериале, пока неизвестно для какой платформы. Также в этом году он снимется в двух фильмах. Как видите, он занят и на телевидение возвращаться не собирается. Вопрос Давно ничего не слышно о Джейде Атэш. Где она? Что делает? Джейда Атэш две недели назад вернулась в Стамбул. Она получила два приложения о работе. Сейчас она ведет переговоры на участие в новых проектах. Напомню, что Джейда проживает в США вместе с мужем и дочкой. Но она не раз говорила о том, что не собирается оставлять актерскую профессию и будет сниматься, но так, чтобы это не помешало ее семейной жизни. То есть понятно, что речь идет опять же о цифровых сериалах, где можно сняться там 3-4 месяца и затем уже вернуться домой к родным. Рейтинги квартиры невинных снижаются не так быстро, но все-таки по сравнению с предыдущим сезоном они упали и упали достаточно серьезно. Именно поэтому сериал сделает финал в конце этого сезона. То есть, скорее всего, либо в конце мая, либо в начале июня. Третьего сезона уже не будет. Вопрос. Когда завершат сериал Трикуруша? Появились сообщения о том, что сериал Трикуруша сделает финал в конце этого сезона. Причем говорят о том, что это с самого начала запланировано, что они хотят сделать по примеру сериала внутри, один сезон всего. Но на самом деле я напоминаю, что сериал внутри сделал финал только потому, что главный герой отказался дальше сниматься, а без него продолжать сериал не имело смысла. Все эти обещания того, что будет не примерно один сезон, второй они не пойдут, несмотря ни на какие рейтинги. Это просто обычная дымовая завеса. Пока сериал приносит прибыль, его продолжают. Вопрос. Когда премьера фильма «Демет Аздемир и Щукрю Озьелдиза» на Netflix? Премьера фильма «Любовная тактика», главный ролик, в котором исполняют Демет Аздемир и Щукрю Озьелдиз, состоится на цифровой платформе Netflix 11 февраля. Вопрос. Что слышно о сериале «Барбарусы и меч Средиземного моря»? Информация о проекте поступает самая противоречивая. Например, известная достаточно журналистка Берсен Алтунташ говорит о том, что запланировано 3 сезона, то есть сериал будет идти. Хотя, я напоминаю, что все зависит не от того, что запланировано, а от рейтингов, и они должны быть выше 7%, чтобы «Барбарусы» приносили прибыль. Даже госканал не будет держать сериал, от которого они терпят такие серьезные убытки, а сериал очень дорог в производстве. Другие блогеры говорят о том, что нет, сериал делает финал в этом сезоне. Более того, через пару серий его покинет Ингин Алтан Дюзьятан, который исполняет роль Оруджа Рейса. Я напоминаю, что Оруджа должны убить первым. Но по идее, он должен был остаться до конца этого сезона, и потом два последующих сезона, уже история Кула Шатона Астепе, который играет Хазира. Но поскольку сериал решили сократить до одного сезона, то Оруджа должны убить уже в ближайшей серии. Насколько эта информация правдива, я пока сказать не могу. Да, рейтинги сериала хорошие, но не настолько хорошие, чтобы покрыть убытки продюсерской компании и телеканала. Пойдут ли они на следующий сезон? Это решение будет принимать Госканал, исходя из своих соображений, что пересилит либо коммерческая составляющая, в таком случае они реально сделают финал, либо же у них идеологическая составляющая перевесит. И в этом случае сериал продолжат, поскольку он рассказывает о морской славе Турции, что достаточно важно для поддержания имиджа страны. Вопрос. Есть ли информация о касте сериала нарядная пугала? Кастинг проекта проводится в условиях строгой секретности, но это неудивительно. Для сериалов с Чиатаем и Лусоем такая ситуация вполне естественна. Я напоминаю, что нам дали только первый тизер проекта, который оказался очень успешным, побил все возможные рекорды, как говорят журналисты турецкие. И сейчас проводится кастинг на главные роли. Я напоминаю, что Чиатай сыграет модельера, и у него будет больной отец. Вот как раз ищут актера на роль этого отца и на роль главного антагониста истории, соперника главного героя, которого будут звать Дмитрий. Любопытно, что имя, в общем-то, русское. И Алина Босс наполовину русская. То есть возникают вопросы, может быть, это как-то связано вообще с русскими? Поэтому выбрали именно Алину. Известно, что ведутся переговоры с Фатихом Артманом, который запомнился многим по сериалу «Звоните моему агенту». И также он сыграл одну из главных ролей в сериале «Мы встретились в Стамбуле», который получил многочисленные премии в прошлом году. Посмотрим. Пока еще точный каст неизвестен, но я надеюсь, что будет что-то интересное. Вопрос. Ну, когда же мы увидим фильм «Маласгирт 1079» с Джимгизом Джошкуном? Да, действительно, фильм был снят еще два года назад, но все время переносилась его премьера из-за коронавируса. Новую дату уже назначили. 11 февраля. Вроде бы близко. Я надеюсь, ничего на этот раз не случится и опять не перенесут. Но поскольку последние два года случалось все, что угодно, то не будем загадывать заранее, просто донеемся на чудо, и что действительно фильм выйдет все-таки на экраны. Азгей Гюрель и Серкан Чааалу женятся. Действительно, такая информация прошла, что после шести лет совместной жизни они решили официально оформить отношения, поженятся в июне, начали подготовку к свадьбе, уже купили свой дом. Азгей обустраивается там. Но, честно говоря, и раньше такие слухи тоже появлялись в турецкой прессе. То есть это не стопроцентно достоверная информация. Когда они сами объявят о помолвке в свадьбе, тогда можно будет сделать вывод, что да, это действительно так и есть. Но пока, еще раз повторяю, давайте относиться к этой информации с некоторой опаской, поскольку это не первый раз, когда такая информация проходила, а затем оказывалась фейком. Вопрос. На какой стадии сериал, если король проиграет? Правда ли, что Кыванч уже подписал контракт на участие в нем? Когда сериал можно ожидать? Сериал на стадии написания сценария. Сценарий готовят достаточно долго, поскольку работа по книге известного психиатра, как вы знаете, Геусерен Будайжалу. И это создает определенные сложности. Переносить на экран произведение этого автора очень сложно, хотя действительно получаются хиты. Когда можно ждать сериал? Скорее всего, он выйдет в новом сезоне, то есть в сентябре или октябре этого года. Насчет Кыванча. Если Кыванч и договорился на участие в этом сериале, на что указывают практически все, это не значит, что он подписал контракт. Обычно контракты не подписываются до самой финальной точки, то есть когда уже начинаются съемки. Почему? Потому что в любой момент актер может поступить еще более ценное предложение, и он может уйти. Такое в Турдизе случается сплошь и рядом, и никого особенно не удивляет. Конечно, есть актеры, которые принимают активное участие в сценарии, и в этом случае можно сказать на 100%, что да, они будут участвовать в съемках, поскольку это, можно сказать, их родное детище. Например, с Аджаном Денизом такое случается, поскольку он не только исполнитель главной роли, но он еще и продюсером является сериала, и иногда бы выступает в качестве сценариста. Такие, как Кыванч, они не очень принимают участие в написании сценария, они приходят и играют. В этом случае, сказать до самой финальной точки, вот до того момента, пока не выйдет тизер, то, что точно в нем будет сниматься Кыванч, нельзя. Подождем, посмотрим. Вопрос. Есть ли проект у Ильчин Сангу? Прошла информация, что Ильчин Сангу подписала контракт с цифровой платформой Disney+. Но пока я не могу на 100% вас заверить, что это действительно так. Дело в том, что она поругалась пару лет назад с Берсен Алтундаш, который является главным поставщиком информации в Турдизе. Берсен мамой поклялась, что больше не будет давать информацию про Ильчин. И поскольку она не дала информацию на 100% уверенным в том, что действительно у Ильчин есть контракт, нельзя. Если она выйдет к прессе и скажет, что да, действительно контракт есть, в этом случае проблемы нет. Но пока она не вышла, то мы находимся в несколько подвешенном состоянии и не знаем, насколько информация соответствует действительности. Вопрос. Куда пропала Мерьем Узерли? Я уже отвечала на этот вопрос. Мерьем Узерли не востребована в Турдизе по нескольким причинам. Прежде всего, из-за своего акцента немецкого, от которого она не смогла избавиться. И для нее нормальные роли, в общем-то, очень сложно найти. Во-вторых, из-за того, что она когда-то оставила съемки сериала «Великолепный век» и этого ей простить турецкие продюсеры так и не смогли. К ней относятся как к ненадежному элементу. К сожалению, такое в Турдизе не прощают. Да, она приезжала, она снималась в фильмах, она работала в качестве приглашенной звезды в сериалах, но карьера, в общем-то, так и не сложилась. Так что, она живет в Германии, воспитывает двоих дочерей, на фестивалях различных бывает. Кстати, недавно снялась для российского каталога «Фаберлик». То есть, работы у нее хватает, но не в Турдизе. Вопрос. Будет ли продолжение сериала «Ишильчам»? А перевода второго сезона так и нет. Неужели не будет? Шикарный сериал просмотрела все 20 серий, но хочется пересмотреть с переводом, а не строить догадки о происходящем по картинке. Что касается третьего сезона, я уже говорила, Чатай не любит продолжения бесконечные, когда сериал тянут как резинку. То есть, он завершил, два сезона отснял, и все, он пошел дальше, в другие проекты работать, возвращаться назад он не будет. Поэтому третьего сезона не будет, несмотря на то, что сериал оказался самым просматриваемым на платформе Блуд ТВ в прошлом году. Что касается перевода, скорее всего, пиратского перевода не будет. Но сейчас сериал активно продают за рубежом, права на распространение получила неизвестная достаточно дистрибьюторская компания Kalinas Entertainment, которая ранее занималась распространением сериала, я назвала ее Фериха и имеет хороший опыт работы с Чатаем и Лусоем. И они прежде всего продают на латиноамериканские и арабские рынки. И, скорее всего, купят какая-нибудь русская платформа. Сейчас не только на телевизии не выходят сериалы, но этот сериал как раз его формат очень хорошо подходит для цифровых платформ. То есть, либо Netflix его закупит, либо русская какая-то платформа Иви или еще какая-то закупит. Disney, Amazon, HBO сейчас платформы множатся как грибы после дождя, так что обязательно какая-то международная крупная платформа закупит, либо русская платформа закупит и русский перевод обязательно будет, поскольку все международные платформы делают в том числе и русский перевод. В любом случае перевод будет, не волнуйтесь, просто надо немного подождать, поскольку всего пару месяцев как его выпустили на продажу на зарубежные рынки и пока еще только идут переговоры. Вопрос. Получается многие актеры и актрисы снимаются за рубежом. Тогда почему многие пишут, что якобы только Джан Яман популярен за рубежом? Про популярность Джана Ямана за рубежом трубят поклонники Джана Ямана, что понятно, как говорится, каждый кулик свое болото хвалит. Для того, чтобы быть популярным за рубежом, турецким актерам не надо сниматься за рубежом. Прежде всего, им нужно быть популярным в своей стране. Если в Турции актер снимается в популярном сериале, и этот сериал продается успешно за рубеж, то он будет популярен и за рубежом. Массовая популярность турецким актерам пришла еще больше 10 лет назад, когда на арабские рынки начали поступать турецкие сериалы. Затем присоединились рынки Латинской Америки, Восточной Европы, сейчас присоединилась уже вся Европа, Испания, Италия. Я помню, как тот же Джан Яман в своем знаменитом интервью про Либидо говорил и о том, что итальянские сериалы ведь не пользуются большим спросом у зарубежных зрителей, а вот турецкие пользуются. Теперь Джан Яман снимается именно в итальянских сериалах. Такая ирония судьбы. То есть все по-прежнему зависит от Турции. А сейчас еще больше будет зависеть, поскольку не только турецкие продюсеры снимают свою продукцию, но и международные платформы, которые позволяют актерам, не выезжая за пределы родной страны, получать популярность в тех уголках мира, до которых традиционная турецкая продукция не дотягивалась раньше. Вопрос. Есть ли новый проект у Мурата Юналмыша? Есть. На прошлой неделе стало известно, что продюсер Мустафа Узлу готовит новый фильм о жизни известного коммуниста Дениза Гизмиша, которого считают турецкой версией Чи Гевары. Закончил он так же печально, как и его латиноамериканский собрат. Боролся до последнего против империалистов и был казнен военной хунтой, которая была у власти в Турции в то время. Как раз Мурат Юналмыш сыграет главную роль в этом фильме. Вопрос на самом деле просмотры были не такие шикарные, как можно подумать, когда читаешь в соцсетях сообщения. Пресса писала о том, что там супер-дупер хит, но на самом деле в десятку самых популярных Турции сериалов на Netflix в прошлом в прошлом году так и не смог попасть. Вообще на первых местах были какие угодно сериалы, но не турецкие. Французские, английские, американские, испанские. И это, конечно, немного удручает, поскольку в Турции, я считаю, на первом месте должны быть турецкие сериалы. Почему турки не хотят смотреть на Netflix продукцию собственной страны не совсем понятно. Ну и в мире сериал прошел плохо, нигде в топ и не попал, поэтому второго сезона не будет. Вопрос. Есть ли проект у Бугры Гусоя? Пока я о проекте не слышала, но наверняка есть, поскольку Гура относится к тому небольшому полу турецких актеров, за которыми всегда стоит очередь. Может быть, он не суперзвезда, но он прекрасный актер и его очень ценят продюсеры. Но он не на все предложения соглашается, поскольку, кроме того, что он актер, он еще и писатель. И занят написанием, скорее всего, новой книги, уже несколько выпустил. Я думаю, что сейчас наверняка у него есть другая работа, кроме того, у него сын, и он предпочитает проводить время с семьей. но, скорее всего, у него следующий проект будет на платформе, как и практически у всех значимых актеров Турции. Платформы захватывают практически всех. Вопрос. Есть ли новый проект у Али Ирсана Дуру? Насколько я знаю, он снялся в фильме малобюджетном, который называется «Гороскоп», но сериалов у него нет. Напрасно он, конечно, ушел от менеджера Энгина и Каната, сам он новых проектов себе, как видим, найти не может. Я понимаю, что, может быть, хотелось после успеха в России сериала «Султан моего сердца» выйти на главные роли, но не всегда это получается. Лучше все-таки иметь даже второстепенные роли, но в хитах, что может обеспечить приличный менеджер, чем пытаться найти главную роль самому и, как видите, это не всегда получается. Вопрос Правда, что сериал «Скрывая нашу маму» закроют? Почему? Да, это правда, сериал делает финал на восьмой серии, то есть в эту пятницу и единственная причина, почему сериал могут резко закрыть посредине сезона, это низкие рейтинги. К сожалению, турецкий шоу-бизнес беспощаден и низкие рейтинги никому не прощает. Вопрос Что случилось с серианой с рейтинги на нее напали? Пока что ничего страшного не случилось. Какой-то не очень психически меняемый поклонник начал пинать ее машину, но правда, серианой в машине не было, она была в клубе. Когда вышла, оказалось, что машина достаточно сильно побита. Она, естественно, вместе с шофером отправилась в полицию, сделала заявление. Видимо, у человека, как говорится, не все дома. С одной стороны, вроде бы ничего страшного, пострадала только машина и не очень сильно. С другой стороны, вы знаете, что безумные поклонники, которые бывают у любого актера в наличии, это бич нашего времени и не всегда возможно понять, насколько этот человек безобиден. Или в следующий раз это может не ограничиться только машиной, поэтому, естественно, ей нужно быть поосторожнее. Вопрос. Вы говорили, что партнершей Керима Бюрсина в сериале Дисней будет Хавсанур Саджак Тутан. Теперь говорите, что будет Демет Аздемир. Я не поняла, так кто же будет? Ситуация следующая. Демет Аздемир подписала контракт с Дисней и компанией MF Yabem на съемке в этом сериале. Также контракт вроде бы подписала Хавсанур. То есть они обе будут в этом проекте. Насчет мужчин еще уверенности нет, поскольку там две героини, то должно быть и два героя. Ведутся переговоры с Керемом, но он контракт еще не подписал. Если контракт не подписан, то возможны любые сюрпризы, вплоть до того, что будет сниматься не Керем, а возможно кто-то другой. Но я надеюсь, что все-таки с Керемом они соглашение подпишут. Что касается второго главного героя, пока известности нет, даже с кем идут переговоры неизвестно. Вопрос Правда, что партнершей Джана Эмана в сериале Дисней будет Ханде Эрчель? Нет, это неправда. У Джана контракт с Дисней, у Ханде контракт с Дисней, но еще у десятка, двух десятков турецких актеров также контракт с Дисней. Это не значит, что они будут работать все вместе. У каждого свой проект. Дисней выходит на рынок с десятком различных сериалов. Что касается сериала Джана Эмана, все в один голос говорят о том, что партнерша будет иностранка. Скорее всего, речь действительно идет об экранизации романа Эль Турка и все действие романа происходит в Италии, где главный герой в исполнении Джана Эмана женится на итальянке и устроит там местную революцию. То есть понятно, что это будет не турецкая актриса, а скорее всего итальянская. Подтверждения этой информации пока нет, но я думаю, что она достаточно правдива и в общем-то особых сомнений не вызывает. Ая Пым готовит этот проект уже более года, я о нем рассказывала в предыдущих выпусках. И поскольку Джан Эман говорит на итальянском и живет в Италии, то проще всего привлечь именно его к этой работе. Вопрос Когда же премьера сериала «Одинокий волк»? Сериал «Одинокий волк» выйдет в эфир 28 января в пятницу. Примечательно, что именно в пятницу все телеканалы выпускают именно сериалы. В другие дни некоторые телеканалы выпускают передачи, реалити-шоу, но пятница это день сериальный, так что все забито буквально под завязку. Вопрос Пойдет ли сериал «Любовь, расчет, месть» на еще один сезон? Сколько серий будет в этом сериале? На следующий сезон сериал не пойдет, он прекрасно продержался для летника, но с такими рейтингами все-таки второй сезон это практически нереально. Я думаю, продюсер в накладе не остался, он и его успешно продал за рубеж и завершится сериал скорее всего к концу сезона, то есть в мае где-то, но пока сколько будет серий вам не скажет даже продюсер. Вопрос Важна ли для актеров большая фильмография? По моим наблюдениям у одного актера может быть за год три проекта без особых новостей, а у других месяцами сначала готовятся подписать контракт, потом наконец подписывают, потом еще год снимают и наконец выходит сериал из восьми серий или фильм. Хорошо еще, если проект непосредственный получился, а бывает по-разному, зато шума как будто сняли блокбастер. В Турдизе до сих пор существовало правило, чем больше у тебя сериалов, тем меньше ты значишь как актер. Почему? Потому что действительно популярные сериалы идут годами, например, Чукур шел четыре сезона, четыре года. То есть у Араса Булута и Немли за четыре года был только один сериал и один фильм. Ну что это за фильмография? Для голливудского актера, конечно, это не очень хороший вариант, но для турецкого наоборот. Именно благодаря Чукуру и благодаря Чуду в седьмой камере Арас стал суперзвездой. То есть понятно, чем меньше сериалов в карьере, тем они больше идут, и чем дольше они идут, тем популярнее становится актер, поскольку сериалы в Турции долго идут, только при условии высоких рейтингов. Сейчас ситуация меняется. С приходом платформ меняется подход актеров, то есть они, да, подписали контракт, сыграли в сериале, 3-4 месяца этого заняло, но нужно куда-то идти, либо на телевидение, на телевидение не очень хочется, особенно когда ты суперзвезда, тогда давайте еще на какую-то платформу 3-4 месяца и еще на одну. То есть понятно, что с приходом платформ все изменится, но это в будущем времени. Платформы только выходят на турецкий рынок. Те признаки, которые вы назвали, очень большой шум в прессе, контракт подписывают, так далее и тому подобное, это признаки не фильмографии актера, это признаки звездности актера. Если суперзвезда, то естественно шума будет очень много, даже если сериал или фильм не удался, потому что я уже не раз говорила, суперзвездный статус не зависит от того, насколько удачный или неудачный какой-то конкретный фильм или сериал. Все равно зрители ждут, все равно зрители любят этого актера, естественно, его каждое движение отслеживается таблоидами, поскольку таблоиды, в общем-то, живут за счет популярности суперзвезд. И именно поэтому такой шум возникает, если суперзвезда работает над каким-то проектом, вне зависимости от того, получится ли это удачный проект или не очень. Итак, друзья, наш выпуск подошел к концу. Благодарю вас всех за внимание и напоминаю, что вы можете оставлять свои вопросы под этим выпуском. Я попытаюсь найти на них ответы по мере возможности. Мы с вами встречаемся по вторникам в 7 часов вечера. Всего вам хорошего и до новых встреч! Продолжение следует...